О театре, кино и совсем немного об астраханской жаре. Разговор так или иначе складывается вокруг вахтанговского репертуара и предстоящего юбилея столичного театра. Ему через два года сто лет. Визит артиста в Астрахань случился благодаря федеральной программе «Большие гастроли», хотя вахтанговцы задержатся в городе всего на три дня. Вообще, на самом деле, в конечном итоге от всей этой нашей работы выигрывает зритель, потому что у него появляется стереотип. Ему привезли высокопрофессиональное, прекрасное искусство. И он понимает, что ходить в театр надо. А что может быть лучше стереотипа? Надо ходить в театр. В гастрольной программе серьёзный репертуар и звёздный состав на пресс-конференции. Знакомые всё лица. Купченко, Максакова, Шлыков, Маковецкий, Добронравов. Накануне в Астрахани состоялся первый показ сценической версии бессмертного пушкинского романа в стихах. Вы знаете, вот спектакль «Леонегин», он почему-то понятен всем. Почему, не знаю, где бы мы ни гастролировали. Пусть в Китае, или на Востоке, или на Западе, или в Америке, где мы только не были, не в Париже. Видимо, найден какой-то театральный общий язык, который понятен просто даже без каких-то дополнительных усилий. «Онегин» вот уже как лет шесть на сцене пережил пять вводов, десяток фестивалей и получил главный театральный приз страны – «Золотую маску». На этом можно было бы закончить и почивать на лаврах, забронзоветь артистам. И спектаклю не даёт режиссёр Римас Туменас. И выходя на сцену в 200-й раз, артисты могут сыграть «Онегина», как в первый. Вот Римас Владимирович обладает вот этим качеством – умение каждого настроить, каждого исполнителя. И в какой-то момент дать новый какой-то импульс, новую интонацию – это всегда бывает очень здорово. И спектакль всегда идёт тогда по-другому, потому что мы немножко по-другому настроены. Вахтанговцев принимают две сцены – в театре оперы и балета и астраханской драме. Там показывают два спектакля с участием молодого состава труппы «Наш класс» и историю об актёрской судьбе под названием «Минетти». Вообще спектакли Римаса Туменаса, они очень серьёзно застроены. Даже если спектакль по каким-то причинам может идти неудачно, ну, что-то не сложилось, там химия, не химия, он никогда не опустится ниже застроенного своего уровня. То есть есть гарантия какого-то качества, которое захватывается Римасом в любом его спектакле. Когда астраханцы вновь встретятся с вахтанговцами, угадать сложно. Но не исключено, что Астрахань может оказаться в списке городов, куда артисты приедут на гастроли в рамках большого юбилейного тура. Столетия театра намерены отметить как минимум громко. Запланированы поездки по России и за рубеж. О русском театре, напомнят, в Париже, Лондоне, Берлине, Торонто планируют заехать в Китай и на острова Азии. Благодаря вахтанговцам в Америке и Европе стали читать Пушкина и Лермонтова. Елена Рылем, Руслан Асанов, Центр новостей.